Сегодня в программе Хотел отомстить всему миру и убил шестерых человек Начался суд над белгородским стрелком Нелепая гибель на дороге Ветеран попал не под автомобиль, а под горячую руку водителя Заблудился в лесу? Не паникуй! Изучи советы инструктора по выживанию Белгородский убийца считает виновными в своем преступлении всех, кроме себя Что скажет на это суд? Начался процесс по делу Сергея Помазуна, известного как «Белгородский стрелок» Напомним, 22 апреля Помазун ворвался в оружейный магазин, где убил трех человек Затем вышел на улицу и начал беспорядочно палить в прохожих Погибли еще три человека, в том числе две школьницы На следующий день стрелка скрутили возле железнодорожного вокзала Я детей не стрелял, я ад стрелял Кого? Ад Во время задержания он ранил еще и полицейского На суде Помазун вел себя агрессивно Отказывался отвечать на вопросы Ну вы скажите, вы сегодня расскажете причину своего поступка? Ну я не знаю, насколько это суд затянется Чем страшнее, тем лучше То есть, что страшнее, тем лучше Ну, чем страшнее, тем лучше, чем дальше, тем страшнее По результатам экспертизы, белгородский стрелок был призван вменяемым А следователи составили его психологический портрет Который озвучил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин Идея отомстить всему миру за мнимые обиды возникла у этого молодого человека давно Наиболее точно Помазуна характеризует три качества Жестокость, амбициозность и нежелание что-либо делать для реализации этих амбиций За убийство шестерых человек белгородскому стрелку грозит пожизненный срок Дороги как поле боя Новосибирский ветеран погиб от рук нетерпеливого водителя Из-за того, что медленно переходил улицу Водитель черного Лексуса не поделил дорогу 77-летним пешеходам Председатель районного совета ветеранов Александр Елисеев Пытался перейти перекресток, на котором не было светофора Водитель внедорожника с крутыми номерами Иван Джигерис Раздраженный медлительностью пенсионера выскочил из машины и начал его избивать Водитель этого автомобиля нанес серию сильных ударов по лицу пожилого мужчины От которых, собственно говоря, мужчина в дальнейшем и скончался на месте происшествия Иван Джигерис многодетный отец и дедушка, ранее несудимый, сейчас под стражей Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека» Нету слов, посмотреть бы ему в глаза и сказать Вот сейчас он там плачет и говорит, что у него семья дети А он не подумал, что убить пожилого человека Это же вообще, я не знаю, как можно руку поднять Сам Джигерис свою вину не признает Говорит, что не хотел убивать старика И что это сам ветеран спровоцировал конфликт, ударив его дорогую машину сумкой Бизнесмену светит до 15 лет тюрьмы Виктория Минаева, Комсомольская правда, Новосибирск Требуя деньги, документы и карету скорой помощи Иностранный террорист взял заложников в московской больнице В московской больнице произошел захват заложников 53-летний пациент Назим, которого доставили из аэропорта до Мадедова с эпилептическим припадком Решил покинуть клинику И потребовал свои деньги и документы Деньги террористу вернули, а вот паспорт и билеты не нашли Их он потерял в аэропорту Это разозлило иностранца Он разбил окно, вооружился осколком стекла Порезал двух пациенток, схватил дежурную медсестру Спустился вниз и потребовал скорую помощь к подъезду Чтобы вернуться в аэропорт и улететь из России Когда он пытался сесть с медсестрой в машину Его обезвредили сотрудники отдела полиции Сейчас с задержанным работают следователи Ехали поклониться святыне, а попали в страшную аварию В Нижегородской области фура смяла автобус с паломниками Смертельное ДТП произошло в Нижегородской области 20 июля около 4 часов утра пассажирскую газель буквально смяла фура, вылетевшая на встречную полосу По предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда водитель грузовика объезжал стоявший на дороге автомобиль И оказался на встречке Удар был очень сильным, пятеро пассажиров скончались на месте Выживших доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии Водитель, житель Казахстана, не пострадал и сейчас взят под стражу Микроавтобус вез 14 паломников из республики Мариэл в Дивеевский монастырь Соболезнование родственникам погибших и пострадавшим выразил патриарх Кирилл Помощь со стороны церкви пообещал оказать митрополит Нижегородский Георгий Кроме того, все пострадавшие в ДТП получат по 100 тысяч рублей из резервного фонда Марийской республики Такие же суммы выплатят семьям погибших Нижегородская прокуратура назначила проверку по факту аварии Возбуждено уголовное дело Скорость спасла жизнь человека Полицейский проехал 340 километров за 2 часа, чтобы вовремя доставить донорское сердце Пенсионер Леонид Семенович из Екатеринбурга Благодарит за спасение своей жизни майора полиции Алексея Осипова Майор совершил подвиг Доставил вовремя донорское сердце для пожилого мужчины Для этого он за 2 часа проехал 340 километров Леонид Семенович перенес два инфаркта Его состояние продолжало ухудшаться Врачи сообщили, что его единственная надежда – это операция по пересадке сердца Донор для Леонида Семеновича нашелся за 200 километров от Екатеринбурга в соседнем Челябинске В таких случаях обычно высылают вертолет Но информация пришла вечером, когда полеты запрещены И тогда врачи обратились за помощью к полиции Екатеринбургским сотрудникам ГИБДД предстояло забрать врача с донорским сердцем Которого должны были им навстречу вести челябинские коллеги Сердце при транспортировке находилось в специальном контейнере Однако произошло непредвиденное У полицейской машины из Екатеринбурга отказал двигатель Операция была под угрозой Рядом не было других машин с мигалками Майор полиции Алексей Осипов пришел с работы домой, когда ему доложили, что его сотрудники не смогут забрать ценный груз И тогда Осипов поехал за сердцем сам на своей машине Форт Мондео Ехать пришлось со скоростью 160 километров в час Врачи в Челябинске в это время уже изымали сердце донора, оформляли документы Майор успел вовремя Встретились полицейские двух областей в 30 километрах от Челябинска Когда я забрал врача, спросил у него, сколько у нас есть времени Он сказал, говорит, у нас максимум это 6 часов Но это, говорит, от того момента, как мы сердце забрали и до момента его запуска То есть до успешного окончания операции Потом посчитали, Осипову удалось за час 50 проехать от Екатеринбурга до Челябинска И обратно около 340 километров На каждом отрезке пути полицейские организовывали для его машины специальный коридор Чтобы ни на минуту не было задержек в пути и никто не пострадал Но врач, который сопровождал сердце, вышел из машины майора в мокрой рубашке Его первый раз в жизни возили на такой скорости Майор Осипов, конечно, говорит, что просто выполнял свой долг А главная заслуга – врачей Но уже без камеры говорит, что очень проникся к спасенному И каждый день созванивается и узнает про здоровье Как сердце? Сердце я не чувствую Сатриане-то вот лучше стало, чем раньше-то было Зверя загнали в клетку В Казани садист, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок В Верховном суде Татарстана наконец озвучили приговор челнинскому зверю Фаруху Тажбаеву, который похитил, изнасиловал А после убил восьмилетнюю Василису Голицыну из набережных Челнов Неделю назад присяжные заседатели единогласно признали его виновным по всем статьям Окончательный приговор должен был озвучить судья Виновности 30-летнего уроженца Узбекистана не сомневался никто Ни следователи, ни родители убитой девочки Самое сложное было доказать виновность Тажбаева Следователи уложились в рекордные два месяца Дело получилось резонансным Пропавшую в начале февраля этого года Василису искали около 3000 добровольцев Вместе с экстренными службами они прочесывали окрестности набережных Челнов На пятый день полицейские поймали подозреваемого в похищении ребенка Лишь через сутки он признался, что убил девочку и даже показал, где спрятал ее тело Отбывать наказание Фарух Тажбаев отправится в колонию строгого режима Там же пройдет принудительное лечение У мужчины обнаружено сексуальное влечение к малолетним с элементами садизма Алексей Искандиров, Владимир Воручаев, Комсомольская правда, Казань Самосуд в Приморье Друзья погибшего мотоциклиста расправились с таксистом прямо на месте аварии В Приморском крае устроили самосуд над участником аварии Компания друзей возвращалась с пикника Отмечали день рождения 26-летний Виталий Дожиба с подругой ехали на мотоцикле без шлемов и прав В это время навстречу выехало такси В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мотоцикла и пассажир По предварительной информации мотоцикл выехал на полосу встречного движения, совершив полбовое столкновение с автомобилем На место происшествия на двух машинах приехали четверо друзей погибших, которые узнали случившихся по телефону от своих знакомых Приятели мотоциклиста прямо на месте ДТП устроили самосуд над 48-летним таксистом Николаем Ящуком и его сыном Денисом Озверевшие пьяные парни набросились на них с кулаками, а один, Руслан Юр, достал гаечный ключ Один из нападавших нанес водителю удары по голове металлическим ключом, от которых наступила смерть потерпевшего Пассажир с телесными повреждениями доставлен в больницу Полицейским не пришлось долго искать линчевателей Троих нападавших спустя сутки выпустили из полиции под подписку о невыезде А вот четвертого, чей удар оказался смертельным, объявили в федеральный розыск В семьях погибших сейчас траур, а полиция пытается установить, по чьей же вине случилась авария Водителя такси или мотоциклиста Кто из них выехал на полосу встречного движения, покажет экспертиза Вся жизнь борьба Во Владивостоке борцы с преступностью арестовали за вымогательство борца без правил Вечером в одной из кафе Владивостока ворвались вооруженные люди в масках и открыли стрельбу Спецназовцы на глазах посетителей заведения провели операцию по задержанию Чемпионы не совершили Одним из задержанных оказался известный во Владивостоке спортсмен Чемпион Дальнего Востока по вольной борьбе Призер турниров по боям без правил Багама Ника Богомаев Однако без правил он не только борется, но и живет Его имя не раз фигурировало в криминальных сводках По оперативной информации подозреваемый под предлогом погашения надуманных долгов Угрожая применением физического насилия требовал от потерпевшего более 6 миллионов рублей Шантажист был взят с поличным О задержании со стрельбой не отбил аппетит у посетителей кафе Почти никто не покинул заведение, пока не пообедал Марина Черных, Комсомольская, Правда, Владивосток Как навести порядок на дорогах? Кто-то делает это при помощи жезла, кто-то при помощи биты, а кто-то при помощи танца на шестах Оригинальным способом решили бороться с аварийностью на дорогах красноярские танцовщицы Они устроили акробатические трюки на дорожных знаках Ограничение скорости и пешеходный переход Результат не заставил себя ждать Скорость сбавляли и водители, и пешеходы Дорога, как известно, полна неожиданностей Иногда здесь случаются настоящие погони Один подрезает, другой догоняет Обычно ничем хорошим это не заканчивается Что делать, если поиск грибов превратился в поиски грибника? Как остаться в живых в дикой чаще? Полезные советы от наших экспертов Заблудиться можно даже в том лесу, где вы бывали не раз Поэтому готовиться к походу за грибами и ягодами нужно очень тщательно У вас должен быть обязательно нож, обязательно и спички, и огни То есть все это должно быть при себе Желательно компас И вот вы нагулялись, собрались домой, но вдруг поняли, что уже намотали не один круг А выхода из леса так и не нашли Что же делать? В первую очередь не паниковать и вспомнить все Где было солнце, например, откуда дул ветер, какие были деревья по дороге Попытаться все это вспомнить и, соответственно, перевернуть обратно То есть если ветер дул в спину, значит надо идти ветру навстречу Если солнце было слева, лучше идти так, чтобы солнце было справа Если в лесу стало совсем темно, то лучше остановиться на ночлег Присмотрите себе пушистую елочку Самый сильный дождь под елкой всегда сухо Почему? Потому что лапы, они как черепица вот так вот устроены И даже дождь, вода попадая сверху, вот так вот уходит в стороны Теперь нужно развести огонь Для этого нужны спички или огнива и береста Находите березку, снимаете с ней при помощи ножа кору березовую и поджигаете Огнива действительно полезная вещь В отличие от спичек не промокнет и не сломается А справиться с ним может даже начинающая туристка Настало утро, но вы все еще блуждаете по лесу Тогда учимся собирать компас Понадобится небольшая металлическая проволочка Ее нужно намагнитить на динамике мобильного телефона Это произойдет, даже если у вас села батарейка Берете обычный листик, отрываете от растения маленький Кладете его на лужу, поверх эту булавочку И она вам покажет, станет в направлении северо-юг Надеемся, что наши советы помогут вам И запомните, в любой экстремальной ситуации выживает тот, кто предпринимает для этого все возможное Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok